Японский фонд и Кадакан Дзюдо представляют Дан, квалификационная система Если вы говорили кому-нибудь, что занимаетесь дзюдо, вас скорее всего спрашивали, какую тебе дан? Кроме дзюдо, систему данов переняли многие другие боевые искусства, включая кендо, будо, каратэдо и сирензи кемпо, так что она достаточно широко известна На самом деле, в том виде, в котором мы знаем ее сегодня, эта система появилась благодаря изобретательности основателя Кадакан Дзюдо Шиханы Кана Дзюгора Создавая и распространяя Кадакан Дзюдо, Шихан Кана воссоздал и улучшал традиционные системы, стараясь внедрить то, что мы называем инновацией и система данов является одним из его нововведений Но прежде всего, что такое дан? Говоря простым языком, дан отображает уровень владения дзюдо, человека и его практический опыт Это не сравнительный показатель силы, а показатель индивидуальных достижений и прогресса в искусстве Судя по всему, система данов использовалась в Го и Сёге еще до дзюдо До основания Кадакан Дзюдо, индивидуальное обучение в таких традиционных боевых искусствах, как дзюджуцу, кендзюцу, сёджуцу и кюджуцу состояло из трех-пяти уровней навыков, трех-пяти рангов Однако Шихан Кана считал, что их недостаточно В то время, по этим боевым искусствам и по Кадакан Дзюдо, сразу после его появления, проводилось не так много поединков, как сегодня Поэтому, поединки сами по себе не могли быть достаточной мотивацией к тренировкам Задача сохранения мотиваций практикующих была одной из самых важных и сложных для продвижения и распространения искусства Что случится, если у нас есть только три или пять рангов? Если переход от одного ранга к следующему занимает слишком много времени, некоторые практикующие могут потерять мотивацию на полпути С другой стороны, если длительность каждого ранга чересчур коротка, они могут достичь вершинного мастерства слишком быстро, и это тоже неудобно Тогда Шихан Кана взял и увеличил количество ступеней, ввел временные промежутки между каждой ступенью и установил систему данных, начиная с Шодана или первого дана В настоящее время существует 10 рангов, 10 уровней мастерства данных, от Шодана до Дзюдана, десятого дана, и подуровней Кю Время обучения, необходимое для перехода на следующий данных, относительно короче для подуровней, и постепенно увеличивается по мере того, как уровни растут Двумя первыми людьми, получившими Шодан в истории Кадакана, стали Сенсей Томита Цунэнзира, он был самым первым членом Кадакана И Сенсей Сайга Широ, известный своей техникой Ямаараши Это произошло в 1883 году, и с тех пор Кадаканом стали заниматься и получили дан более 2,1 миллиона практикующих Поскольку дан представляет собой уровень навыков и практических наработок в дзюдо, Шихан Кана определил Его цель, как упрощение преподавания и поощрение дальнейшего изучения практики дзюдо Упрощение преподавания означает возможность обучения разных уровней практикующих за счет деления их на группы, в соответствии с опытом и навыками Что же тогда означает поощрение изучения и практики дзюдо? Как упоминалось ранее, в начале существования Кадакан дзюдо проводилось не так много поединков, как сегодня Присвоение данных от одного к другому на основе успехов в изучении дзюдо, таким образом служило для поддержания мотивации, регулярных тренировок и поощрения в дальнейшей практике По мере того, как уровни данных повышаются, количество практикующих на каждом этапе уменьшается Особенно ограничено количество людей, получивших дзюдо данных С момента основания Кадакана в 1882 году Кадакан начали заниматься более 2,2 миллиона человек И только 15 из них дошли до дзюдана С тех пор, как сенсей Ямасите, Йо Сю Тзю Ту, получил кудан в 1935 году Количество людей с куданом, 9 данном, составляет около 250 в общей сложности Так что кудан, тоже очень редкое явление в дзюдо Суть до представляет собой что-то, что длится очень долгое время Сам Шаханкана говорил, даже если вы будете практиковать дзюдо до самой смерти, вам все равно будет куда развиваться по этому пути. Если вы воспринимаете кадокан дзюдо только как соревновательное искусство, ваш путь в нем закончится еще в юности. Но дзюдо – это не только соревновательное искусство. Дзюдо – это путь, по которому нужно следовать всю жизнь, и данные могут стать ориентиром на вашем пути. Система даннов, используемая в качестве мотивации для тренировок дзюдо, является важным инструментом для развития кадокан дзюдо, созданного Шаханом Кана. Вы легко можете связать черный пояс с данным боевых искусств. Именно Шахан Кана ввел черные пояса для тех, у кого дан. Как говорилось ранее, одной из целей введения системы даннов было упрощение преподавания, и Шахан Кана представил различия в мастерстве практикующих, видя разных цветов для каждого уровня. Из всех поясов дзюдо хорошо известны белый пояс и черный, но кроме них есть и другие цветные пояса. В соответствии с положением о цветах поясов для данных и кю, кадокан, цвета поясов были установлены для каждого уровня дана следующим образом. Для женщин на каждом цветном поясе были добавлены белые линии. Правило белых линий было установлено в 1934 году, когда были написаны правила «Дан Кю» для женского кадокан дзюдо. Его причина неизвестна до сих пор, так как не осталось ни единственного свидетельства. Но, основываясь на различных записях и документах, можно с уверенностью сказать, что Шахан Кана подчеркивал важность женского дзюдо. Вы можете задаться вопросом, как присваиваются данные. Когда кадокан было еще небольшой организацией, количество практикующих было ограничено, и Шахан Кана мог сам оценивать и принимать решение о присвоении следующего дана каждому практикующему. Однако, по мере того, как количество практикующих начало увеличиваться, и дзюдо стало популярным во всей Японии, Шахан Кана становилось все труднее одному справляться с аккредитацией. Поэтому, со временем, появилась система данных для обеспечения точной и справедливой аккредитации. Во время принятия решения о присвоении следующего дана, мы ориентируемся не только на уровень техники и навыках практикующих, но и на их личные качества. Сам кадокан не может тщательно аккредитовать всех практикующих, поэтому кадокан начал внедрять систему рекомендаций, согласно которой местные организации могут вносить на рассмотрение кандидатов, имеющих право и достаточную квалификацию для присвоения нового дана. Это связано с тем, что организации, имеющие более тесную связь с практикующими, обладают более актуальной информацией о способностях и личных качествах своих членов. Тогда может ли любой практикующий быть аккредитован, если его рекомендует кто-то из его близких? Это было бы неправильно. Кадокан установил минимальные требования для каждого дана в положениях о квалификации для повышения данных кадокан и положений о квалификации для повышения данных кадокан среди женщин. Рекомендую исключительно тех кандидатов, которые отвечают или превосходят эти требования, кадокан поддерживает качество своей системы данных. Организации, которые получили право давать рекомендации, подают документы кандидатов, признанные, подходящими для перехода на следующий данный, на основании их экзаменов, результатов соревнований и ежедневных тренировок. Все подтверждающие документы отправляются в кадокан. Затем кадокан проводит совещательный совет среди каждого дана для обсуждения кандидатов. И при отсутствии возражений эти кандидаты официально утверждаются для прохождения аккредитации президентом кадокана. По этой причине дача-сдача экзамена не обязательно совпадает с датой принятия решения об аккредитации. Когда практикующие, проживающие за границей хотят подать заявку на повышение данных, существует два способа это сделать. Пройти аккредитацию у экзаменаторов, присланных из кадокана, быть рекомендованными одними из комитетов по контракту с кадоканом. Комитеты кадокана – это организации, которые имеют право рекомендовать кандидатов для предварительного отбора на повышение данных в рамках соответствующих контрактов с кадоканом. После того, как кандидат прошел аккредитацию у совещательного совета, готовится диплом о новом данном и членского удостоверения, а затем вручается практикующему. Раньше, в самом начале, о присвоении нового данного сообщалось либо устно, либо размещалось на доске объявлений. Первый диплом был изготовлен и вручен в 1894 году. Текст на нем не изменился до сих пор. Шихан Кана определил разные тексты для разных данных, которые отражают его представление о соответствующих уровнях мастерства. Подводя итоги, можно сказать, что система Дана Кадакана была разработана шиханом Кана Дзигора, основателем Кадакан Дзюдо. Она оказала влияние на многие другие боевые искусства и виды спорта и имеет самую длинную историю и традицию в мире. Дан – это не только показатель силы. В зависимости от того, сколько усилий было приложено, любой практикующий может получить следующий дан. Поэтому система Дана поощряет обучение и практику Дзюдо на протяжении всей жизни, в том числе и для тех, кто не участвует в соревнованиях, и для тех, кто ведет соревновательную карьеру и закончил ее, и способствует дальнейшему продвижению и распространению Дзюдо. Мы надеемся, что каждый практикующий стремится все время повышать свой Дан в процессе индивидуальных тренировок и что каждый учитель продолжает заботиться о надлежащем повышении Дана для своих учеников. Продолжение следует... Продолжение следует...